Израиль за неделю на Народной Волне Добрый день, добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио Народная Волна на частоте 14.30 М 99.1 ФМ На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube канале Я смотрю уже и местные израильские слушатели и зрители к нам подключаются Традиционно о событиях в Израиле наш израильский корреспондент Асиентова Здравствуйте, Ася Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радио слушатели Ну, как всегда, сначала новости о эпидемии, о эпидемии COVID-19 В Израиле относительно хорошие новости Все после разрешения, после восстановления работы детских садов, школ После частичного снятия карантина Очень боялись, что пойдет вторая волна коронавируса Но пока этого не произошло Конечно, увеличилось опять количество выявленных вирусоносителей Возможно, это просто за счет проверок Возможно, из-за того, что люди контактируют друг с другом Но, тем не менее, как говорят специалисты Мы еще очень-очень далеки от верхней пропускной способности больниц У нас еще очень большой резерв И говорится пока о том, что не будут дальше снимать карантинные меры Но и не будут их ужесточать Второй волны нет, но граждан призывают сохранять бдительность Находиться на расстоянии двух метров друг от друга В общественном пространстве носить маски Но, тем не менее, относительно у нас совсем неплохая ситуация Иерусалимский университет срочно пытается выработать тесты На то, что есть ли у человека иммунитет к коронавирусу Пока что в Израиле, и насколько я знаю, в мире таких тестов нет Что человек, скажем, уже переболел И у него выработался иммунитет И на базе этого пытаются найти какое-то средство вакцинации В общем, утверждается, что Израиль уже очень близко к этому Но, с другой стороны, по поводу лекарств говорят Лекарства или вакцины говорят о том, что их надо долго-долго тестировать Чтобы проверить, что не будет вреда И поэтому, даже если их откроют скоро То применение их все-таки потребует ожидания в несколько месяцев Пытались провести закон о том Чтобы наши спецслужбы имели право следить за носителями вируса Людьми больными или просто носителями вируса Следить за тем, где они находятся Проверять, действительно ли они находятся в предписанном карантине Но этот закон не прошел Потому что люди справедливо опасаются Что эпидемия кончится, а вот такая вот слежка Причем слежка при помощи электронных приборов При помощи мобильных телефонов Вот такая вот слежка узаконенная Она может остаться Поэтому этот закон пока что отложили И сказали, что если возникнет критическая ситуация Если действительно пойдет там какая-то очень большая вторая волна Возможно Но пока что все-таки свобода важнее И без ограничения свободы нам удается справиться с эпидемией Ну и пока, чтобы не было опять аварийных ситуаций Ввели в строй фабрику по производству масок Это сделали в городе Сдерот Город, который относительно недалеко от сектора газа Страдает от обстрелов, страдает от безработицы Очень много от чего страдает И вот по крайней мере Вот такие получаются дополнительные рабочие места Это раз А во-вторых, конечно Что Израиль не будет больше зависеть от поставок масок Я вам говорила о том, что в начале эпидемии Вот такими необходимыми вещами Как поставка масок и других защитных средств Занялась непосредственно наша спецслужба А именно Шабак И через свои каналы добывали вот это вот необходимое оборудование Вплоть до вывозя их из стран залива Не вполне к нам дружественных Но, тем не менее, Шабаку это удалось И я вам уже рассказывала, что теперь все эти функции Переложены на Минздрав Теперь, так сказать, налажена поставка из-за границы Но на всякий случай Есть и собственная фабрика И теперь мы больше не будем настолько зависимы от импорта С другой стороны, по-прежнему, в общем, экономика не восстановилась еще Хотя уже поданы данные, что 263 тысячи людей, уволенных Или находящихся временно в увольнении во время локдауна Сейчас они опять вышли на работу Но, тем не менее, говорят, что за первый квартал года в экономике есть 7% Минус 7%, то есть 7% не роста, а наоборот упадка Но прогнозы, опять же, прогнозы утешительные Прогнозы, что экономика сможет достаточно быстро восстановиться Ну и такой вот забавный факт Думаю, это касается не только Израиля Когда все люди сидели по домам Когда все заповедники, все общественные пространства были более-менее пустынны Их наводнили дикие звери У нас, в общем, достаточно хорошо поставлена охрана природы И звери возводились в большом количестве и раньше Но теперь они просто начали занимать города Были шествия там диких кабанов по центру города Хайфы По Приморским пляжам бегали олени свободно И вот очередное явление В Кнессете, в туалете обнаружили дикообраза Он туда забрался, видно, ему было на улице жарко Воды нужно было Вот он туда забрался И никак его оттуда не могли выманить Позвонили в Институт охраны природы Который занимается дикими животными Там депутатам и обслуживающим персоналам Сказали, оставьте дикообраза в покое Кнессет не такое место, где он захочет долго находиться И действительно, когда его оставили на ночь С какими-то открытыми дверями На следующее утро он исчез По-видимому, Кнессет не самое приятное место Ни для людей, ни для диких животных Но проблемы с экономикой, как я уже говорила, остаются И периодически устраивают демонстрации Разные отрасли промышленности Вот последняя демонстрация была Это банкетные залы До сегодняшнего дня Банкетные залы были закрыты Вот сейчас разрешили проводить какие-то мероприятия Не более чем на 250 человек И банкетные залы И обслуживание Кейтеринги Они просят Как-то компенсировать им Вынужденные простои Которые уже были И которые еще будут Потому что сейчас никто не рискует Устраивать больших мероприятий Даже вот в таких размерах Более того Один обозреватель написал Что возможно Вот эта вот эпидемия Вынужденный карантин Приведет к какой-то нормализации Потому что в Израиле Очень были раздуты Всякие семейные празднества Ну представьте себе Если в среднем Четыре ребенка в семье То только собрать Всю семью Всех братьев, сестер С женами, с детьми С дядями и так далее Это уже будет Более 100 человек И свадьбы у нас Нормальные свадьбы Это 400 человек 500 человек Это в общем Достаточно большое бремя На молодоженов Или там Бриты опять же Проводятся тоже Вот в таких больших залах При большом стечении народа Что у нас очень принято На торжества приглашать Не только непосредственно родных Но и друзей И сослуживцев И тех с кем Люди служили в армии А в армии у нас служат Не только папой Но и мамой тоже До вступления в брак Принято приглашать Товарищей по работе И поэтому вот вырастает Такое огромное количество И в общем уже и многие Рави написали о том Что товарищи Друзья Надо как-то это дело Скромней делать Но все-таки Вот такие вот Пышные Пышные торжества Израильтяне Просто считали себя Обязанными Обязанными делать А большие банкетные залы Там нет выбора Да Там ты платишь За каждого гостя Столько Столько Сколько положено И соответственно Гость получает Очень большое количество еды Торжества Вечером Съесть такое количество еды Вечером нет возможности Много еды Уходит Мусор Тоже нехорошо И поэтому Уже давно Раздавались голоса Что давайте Не устраивать Такие огромные Торжества Да На 500 человек На сэкономленные деньги В конце концов Монтажоны смогут Внести первый взнос За квартиру И вот Говорят Что может быть Сейчас за эти месяцы Когда торжеств не было Может быть Мы все-таки Немного Привыкнем Как-то к более Более скромному Отмечанию Свадеб Бармидс Бритмила Но не знаю Боюсь Что Когда Когда полностью Эпидемия кончится Опять Все вернутся К тому Что было Просто Соскучившись По таким вот Большим Шумным Сборищам Ну Пожалуй Про коронавирус Все Не хотите ли Сергей Объявить О ваш телефон И Возможность Задавать вопросы Конечно Телефон студии По-прежнему 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста Звоните Задавайте Интересуйтесь И Ася Постарается Ответить На ваш вопрос Ну а пока Опасность Происходит Не только От Вируса Но К несчастью Иногда И от Людей У нас Было Предотвращено Парочку Терактов Тут За истекшую Неделю К счастью Никто Никто Из законопослушных Граждан Не пострадал Но вот По поводу Ася Давайте попробуем Принять звонок А потом Вернемся К теме Добрый день Пожалуйста В эфире Асенька Скажите Какая Обстановка Насчет Натаньягу Как Что там Происходит Сегодняшний день В общем То же самое Что и раньше Натаньягу Подал Уже Третью Жалобу На Угрозы В его Адрес И в адрес Его семьи И действительно Один человек Был арестован Человек Который Просто Написал В фейсбуке Что Натаньягу Надо убить Там Всю его Семью Надо уничтожить Ну Совершенно Ужасные Угрозы Не говорится Кто это Говорится Житель Севера Страны А обычно Когда не говорят Кто То как правило Это всегда Представители Нашего Угнетенного В кавычках Нацменьшинства Вот Но Вот Один Такой человек Был арестован Его допрашивают Не знаю Присудит ли ему Какой-то срок Или Наша добрая полиция Его и так Отпустит Но Натаньягу Подал Уже Третью жалобу Потому что Действительно Все время Угрозы В его адрес И в адрес Его семьи Не перестают Полоскать имя Его жены Сары Его сына Но В остальном Суд пока Пока не было Следующего Заседания Суда Так что В этом отношении Пока тихо Ну и понятно Что оппозиция Критикует Натаньягу Во все тяжкие Вот Говорит Говорит Что с одной Стороны Он не справился С коронавирусом У нас слишком Много больных А с другой Стороны Ну раз больных Так мало Не надо было Вообще Закрывать Делать локдаун И вредить Экономике То есть Сразу И не брала Горшок И вернула Целым Так что Нападки По прежнему Продолжаются Но пока что Он успешно Со всем этим Справляется Вот Назначил Министров Руководит Коалицией Так что Пока что Основная Его задача И все Что сейчас Обсуждается Это вопрос Суверенитета Я об этом Сейчас начну Рассказывать Сергей Спасибо Давайте Наверное Мы сделаем Перевью Потому что Тема Которой Вы хотите Поговорить Она довольно Обширная Поэтому Чтобы не прерываться Давайте Мы сейчас Прервемся Буквально На пару минут После чего Вернемся И обязательно Продолжим Израиль За неделю На народной волне Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Аси Энтовой Телефон Студии По прежнему 847 400 5200 Если у вас Будут вопросы Пожалуйста Звоните И задавайте Ну а Теперь Давайте вернемся К теме Суверенитета Значит Основные Нападки На Нитаниягу Если Мы будем Смотреть Они идут Сегодня Не только Слева Но и справа Это вопрос О суверенитете До сих пор Неизвестна Точная карта Действительно Как пройдут Как пройдут Вот эти новые Границы Израиль Должен Получить 70% Зоны Си То есть Той зоны Где Находилась Полностью Под полным Израильским Контролем Всего Это Составляет Треть От Общего Общей площади Иудеи И Самарии Но Точные Границы Пока Неизвестны Но То что Уже Известно Что Из 150 Поселений Которые Есть В Иудее Самарии И еврейских Поселений Около 20 Останутся Вне Вот этой Зоны На которую Израиль Распространит Суверенитет Что с ними Будет Пока что Непонятно Будут ли Что будет С дорогами Которые ведут К этим поселениям Отдадут ли Эти дороги Под полную Власть Палестинской Автономии Смогут ли Жители Там Нормально Существовать И передвигаться По этим Дорогам Все это Очень Заботит И Самих Жителей Этих Поселений И Их Представителей В Совете Поселений Которые Неоднократно Уже встречались Нетаньягу И задавали Ему Эти вопросы Пока что Нетаньягу Их Успокаивал И Нетаньягу И министр По делам Поселений Ципиха Тавеля Говорят Что до сих пор Нет пока Точных границ Что они Все еще Вырабатываются С другой стороны Ваш спецпосланник От Вашего Государства Деппо Илон Кэрри Говорит Что Не Отменять Суверенитет Потому что У нас уже Прошли слухи Что президент Трамп Очень озабочен Сейчас положением В Америку Ему вообще Сейчас ни до чего Возможно Что и не будет Этой программы Нет Вот Илон Карр Сказал Что нет Суверенитет Будет Только От Главы Израиля Зависит Действительно Действительно Будет ли он Объявлен И Неттаниягу Намерен Действительно 1 июля Его объявить Но Точную карту И что Главное Самое главное Что будет С землями Остающимися Неприсоединенными Будет Попадут ли Они под полную Власть Палестинской Автономии Или Наша армия Сможет По прежнему Там Действовать Вот Это Большой И открытый Вопрос Не знаю Знает ли Сам Трамп И Неттаниягу Ответы на него Или Просто Будущее Покажет Пока Что Есть Много Критиков Суверенитета Я сейчас Вам рассказала О критике Суверенитета Справа Когда Правые Хотят Чтобы Все поселения Вошли На них Были Распространен Суверенитет Чтобы Дороги Оставались Под Израильским Контролем Ну и К сожалению Есть По прежнему Много Критиков Суверенитета Слева В основном Это Левоэкстремистские Организации Которые Получают Финансирование Из-за Границы И Вечером После Субботы Они Устроили Большую Демонстрацию На площади Рабина Причем Такую Демонстрацию Что Журналисты Даже Левые Журналисты Говорили Что Самому Рабину Наверное Было бы Стыдно Потому Что На этой Демонстрации Не было Ни одного Израильского Флага Все флаги Которые Развивались Были Флаги Палестинской Автономии В конце Демонстрации Спели Гимн Палестинской Автономии Гимн Который Начинается Словами Моя земля Что По-арабски Будет Беляди Вот И В общем Такое Было Ощущение Что Это Демонстрация Врагов Израиля А не Самих Израильтян Ну Естественно Там Отличились И Депутаты Израильского Кнессета От Арабских Партий Демонстрация Была Отнюдь Немирная Они пытались Перегородить Движение Полиции Пришлось Арестовывать Людей Которые Перегораживали Движение В общем Такая Была Бурная Демонстрация Но В общем Мы видим Что это Все Организовано Теми Кто Как-то Подкармливается От Ненавистников Израиля И В основном Это Говорит О Давлении Давление Снаружи Европейский Союз Утверждает Что он Суверенитет Нелегитимен Но Тем не менее Европейский Союз Не решается Вводить Никаких Жестких Норм Ну Во-первых У него Сейчас И своих Проблем Достаточно С эпидемией А Во-вторых Слишком Много Стран Входящих В Евросоюз Имеют На сегодняшний Дружеские Отношения С Израилем Отношения Взаимовыгодные В первую очередь Это Восточная Европа Которая Израиль Помогает Технологиями Некоторые Азиатские Страны Так что Ой Извините Это ЕС В общем Не Европейский Союз Сегодня Не хочет Не Вернее Не может Даже если бы Хотел Не может Провести Жесткая Антиизраильская Резолюция По поводу Распространения Суверенитета И всячески против него Возражает К сожалению К сожалению Многие Левые Американские Евреи Вот так вот Выступают Они готовы защищать Кого угодно Защищать Чернокожих Защищать Там Нелегальных Иммигрантов Только Не Израиль Только Не Евреев Увы Нам Давно Давно Известна Эта Болезнь Авто Антисемитизм Когда Сами Евреи Стесняются Того Что Они Евреи И Готовы Поддерживать Кого угодно Только Не Евреев И Не Израиль Но В общем Первое июля Приближается И Большинство Большинство Населения Израиля Достаточно Оптимистично Смотрит На это По поводу По поводу Иорданской Долины И Вот И области Иерусалима Западной части Иудеи и Самарии В израильском Обществе Есть Консенсус Это Эти Это места Где Очень мало Арабов И очень много Евреев Эти места Жизненно важны Для Безопасности Для Источников Пресной воды И В общем Подавляющее Большинство Израиля Поддерживает Поддерживает Вот эту Программу И В общем Все очень Надеются Что Нитаниягу Ее Сможет Провести Сергей Появились ли Вопросы 847 400 5 2 0 Телефон Нашей Студии Если у вас Будут вопросы Касси Пожалуйста Звоните Задавайте Я сразу Дам Вам знать Ну а теперь О вашей Жгучей Проблеме О ваших О ваших Таких Погромах Да Инспирированных Различными Леваками Казалось бы Да Где Америка Где Израиль Но сегодня Глобальная деревня Сегодня Все Все Очень Связано И У нас Тут Прошла Очень Небольшая Демонстрация Перед Американским Посольством Тоже Там Что-то Против Расизма Но Тоже Это Явно Было Проведено Какими-то Интересантами Хорошо 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 Оплачиваем Но У нас Тут Прошла Прошла В общем В чем-то Похожая История Несколько Месяцев Назад Полиция Полицейский Который Не находился На службе А Просто Гулял С семьей Он Подвергся Атаке Эфиопов И Когда он Застрелял В землю То пуля Рикошетила И Убила Убила Главного Нападавшего Хулигана И у нас Тоже были Очень большие Демонстрации Все Извинялись Перед Эфиопами Ну Слава Богу Вроде бы Это прошло Но Теперь Опять Была Похожая Ситуация Когда Араб Аутист Который Непонятно Каким образом Попал Один на улицу В Иерусалиме В Иерусалиме Обстановка Достаточно Напряженная Там Много Арабов Много Попыток Терактов Естественно Он вел себя Неадекватно Ну Потом Объясняли Что он Вообще Боится Всех людей В форме Особенно Военных Вот Он Как-то Начал При виде Патрулирующих Солдат Он начал Себя Как-то Очень Неадекватно Вести У него Что-то Было В руках В общем Очень он Он был похож На террориста И Его Застрелили При задержании Поскольку Он убегал Отбивался Араб Место Где все время Проходят теракты Значит Потом Отверждалось Что он Ни в чем Не виноват Просто он Аутист Просто он Так себя Всегда ведет Непонятно Значит Каким образом Он вышел Без сопровождения Потому что Он абсолютно Неадекватен Но Как я вам Уже Говорила Арабские Террористы Очень любят В качестве Пешек Которых Они посылают На теракты Самоубийства Использовать Разных Неблагополучных Неблагополучных Людей Которые Жизнь Недорога И у которых Есть какие-то Проблемы От которых Семья Хочет Избавиться Иногда Это бывают Забеременевшие Незамужние Женщины Урон чести Иначе Семье самой Пришлось бы Ее Ликвидировать А так Ее посылают На теракт И она еще Будет героиней Иногда Это какие-то Смертельно Больные Люди А так Семья Избавляется От этого Человека Не нужно За ним Ухаживать А с другой Стороны Получают От террористических Организаций Получают Большое Вознаграждение Значит Здесь Было Большое Подозрение Что Террористы Таким образом Как-то Проверяли Готовность Готовность Израильской Полиции И израильской Армии Вот На такие Неадекватные Действия Вот сегодня Оказалось Что этот Человек Был просто Инвалидом А в следующий Раз Полиция Побоится Или армия Побоится Стрелять в инвалида А вот На нем Уже будет Поезд взрывчатки И вот Значит Семья Семья Этого Погибшего Инвалида Она Устроила Большое Большое Представление И в результате И Нитаниягу Просил Прощения И главный Равин Иерусалима Значит Кодил тоже Туда В семью С визитом Соболезнования И депутат Кнеста Есть у нас Бывший депутат Кнеста Прекраснодушный Такой Юда Глик Который С одной стороны Он за то Чтобы Храмовая Он активист Храмовой горы За то Чтобы Храмовая гора Была открыта Для евреев Для всех Не только Для мусульман Но Он Вот С другой стороны Все время Говорит о мирном Сосуществовании Он Взял и пошел С визитом Вежливости Вот в эту Арабскую семью И его там Чуть не убили Вот Еврей Явился В арабскую семью После такого После такой Ликвидации Его там Чуть не убили Он Опять же Спасся чудом Напомню просто Что некоторое время Назад на храмовой горе Его дублика Стреляли И он был Очень тяжело ранен Чудом Выкарабкался Вот И он Поднялся На храмовую гору Сейчас Поблагодарил Всевышнего За еще одно Спасение от смерти Вот Ну в общем Это человек Рисковый Который ходит По краю Но по крайней мере Он так сказать Шел С визитом Извиняться Сам Никого Не заставлял И Так сказать Сам И получил За это А те Те Которые Объявляют Что все остальные Должны Должны Извиняться И все остальные Должны Страдать Вот Это Совсем Другой вопрос Ну и давайте Немножко О внешней политике Мы ее Совсем Забросили Давайте Давайте мы Давайте мы Прервемся Сделаем Небольшой Перерыв А после этого Начнем И поговорим О внешней политике Израиля Никуда не уходите Израиль За неделю На народной волне Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Асиэнтовой Телефон В студии По-прежнему 847 400 5 200 О внешней Политике Вы хотели Поговорить Да Я уже Говорила Несколько Несколько Раз О том Что Иран Пытается Закрепиться В Сирии Пытается Подобраться Ближе К Израилю Передать Оружие Различным Террористическим Организациям И Израиль Всегда Очень Четко Реагировал На такую Угрозу И вот Вчера Была Разбомблен Штаб Иранской Милиции В Сирии Рядом с городом Дир-Аз-Зубр Кто это Сделал Неизвестно Вот Прилетели Самолеты Нанесли 8 ударов И От штаба Ничего Не осталось Но Кто это Сделал Неизвестно Так сказать Мы с вами Можем только Гадать об этом И Три дня Назад 4 июня Уже Около Другого Города Около Мальяфа Тоже Был Разбомблен Сирийский Объект И И Тоже Около Десятка Убитых И Тоже Неизвестно Кто это Сделал Но Мы В Израиле Зато Сможем Спать Спокойнее А Еще Про Сирию Появилась Вот такая Новость Что Есть Организация Еврейского Культурного Наследия Которая Проверяет Состояние Каких-то Важных Для еврейской Истории Объектов В разных Странах И Вот Они Смогли Как-то Добраться До Сирии И Посмотрели Вообще Что там Происходит С еврейским Культурным Наследием Понятно Что При такой Непрерывной Войне Там С любым Культурным Наследием Ничего Хорошего Не Происходит Но Вот Представители Этой Организации Должны Были Констатировать Что В общем Очень Многие Памятники Еврейского Культурного Наследия Напомню Что Некоторые Памятники Насчитывают Две с половиной Тысячи лет Евреи Там Находились Еще Со времен Царства Соломона Так вот От них К сожалению Ничего Не осталось Более Новые Какие-то Памятники Это Синагоги В Сирии Были Очень Богатые Евреи Очень красивые Богатые Синагоги Где-то 18-19 Век Тоже К сожалению Большинство Из них Если Не сравнено Вообще С землей То Разграблено Уничтожено В общем Плохо Плохо Дело Обстоит С еврейским С еврейским Наследием Но Тут Сделать Пока В этой Области Ничего Невозможно Ну И Еще О Если Мы уже Говорили О врагах Израиля Хамас Все время Поднимается Вопрос О Обменной Сделке С террористической Организацией Хамас О том Чтобы Получить У нее Тела Наших Солдат Погибших А в обмен На это Хамас Требует Живых Террористов Освободить Из израильских Тюрем И Передать Им В связи С этим Еврейская Организация Лави Хотела Просто Получить Статистику Статистику Сколько Террористов Освобожденных После Такой Предыдущей Большой Сделки Сделки Шалита Когда Были Сотни Террористов Освобождена Сколько Из них Вернулись Обратно К террористической Деятельности Но Управление И Были пойманы На этом И помещены В израильскую Тюрьму Они Обратились В управление Тюрем Управление Тюрем Сказало Что Оно Охраняет Личную Жизнь Террористов И Поэтому Такой Информации Оно Не Предоставит Вот Такие У нас Понимаете Охрана Прав Человека Вот так Вот она У нас Действует Давайте Попробуем Принять Звонок Хорошо Добрый день Пожалуйста В эфир Здравствуйте Значит Анна Я хотел Спросить Вас Почему Израиль Дает Саудовской Аравии Участвовать В этой Алексе В этой Ваксе Почему Они Обязательно Должны Там Присутствовать Без них Нельзя Как-то Обойтись Я Не Понимаю Где Участвовать В чем Не Расслышан В этой Аксе С наблюдением За А Да На Храмовой Горе Я Поняла Я Рассказывала В прошлой Передаче Что Тут Пытаются При помощи Саудовской Аравии Вытеснить Других Интересантов Что Туда Пытается Вклиниться Турция Которая Дает Много Денег На Финансирование Мусульманских Движений И Так Называемой Защите Мусульманских Ценностей В Вмешательство Турции Совсем Не Нравится Палестинской Автономии Туда Палестинская Автономия Включила Туда Иорданского Короля Чтобы Ее Претензии Выглядели Более Солидно Она Включила Опекуны Храмовой Горы Иорданского Короля Вот И Не Не Знаю Возможно Здесь Израиль Хочет Включить Несколько Акторов Потому Что Если Только Иордания То Иорданский Король Может Что-то Диктовать А так Если Тут Будет Вовлечены Главы Нескольких Мусульманских Стран То Тут Всегда Можно Будет Играть На Противоречиях Между Ними Ну В общем Более Точных Сведений Я не Могу Представить Как вы Понимаете Мне Это Совсем Не Нравится Не То Что Храмовая Гора Под Находится Увладение Вакфа В котором Заседают Арабы Не То Что Там Теперь Будут Заседать Еще И Главы Иностранных Государств Давайте Попробуем Примять Следующий Вопрос Здравствуйте У меня Кассий Вопрос Для Того Чтобы Поменять Трупы На Трупы Надо Этих Террористов Сначала В трупы Превратить А потом Менять Как вы Коему Относитесь Интересная Идея Интересная Идея Но Боюсь Что Сегодня Сегодня Еще Израиль Не готов К такому Хотя Формально У нас Есть Возможность Присудить Террориста К смертной Казни Потому Что В Израиле Есть Одно Преступление Наказываемое Смертной Казнью Это Угроза Жизни Угроза Всему Еврейскому Народу Действия Против Всего Еврейского Народа Поскольку Террористы Убивают Не просто Конкретно Воробиновича Или Хаймовича А убивают Любого Кто кажется Им Ивреем Или как-то Связан С Ивреем Даже Если Он Вообще Иностранный Турист И никакой Ни Близко Не был Так Вот Вполне Их Преступление Вполне Подходит Под Под статью Дающую Смертную Казнь Но На Сегодняшний День Эта Статья Принималась Ровно Один Раз По поводу Нацистского Преступника Эйхмана К арабским Террористам Ее пока Ни разу Не применяли Хотя Многие Общественные Деятели Депутаты КНЕС Это призывают К тому Чтобы Как-то Оживить Вот эту Статью Израильского Уголовного Кодекса И применить Ее К террористам Сергей 847-400-5200 Телефон Нашей студии Напомню Что мы беседуем С израильским Корреспондентом Асиентова Если у вас будут Вопросы Пожалуйста Звоните А вот Еще одно Интересное Сообщение Это уже О наших Проблемах Семья Джорджа Флойда Обратилась К ООН С просьбой Вмешаться В процесс Рассмотрения Дела О его смерти Об этом Сообщает СНН Адвокат Семьи Бенджамин Крамп От лица Родственников Просит ООН Предоставить Рекомендации По реализации Реформы Американской Полиции Он подчеркнул Что группа людей Которая Систематически Лишается Правительством Своего Неотъемливого Права На жизнь Должна Обратиться К ООН С просьбой Вмешаться То есть Это вот Такая мечта Передать Суверенитет Страны Я думаю Что да Америка Как-то Справится Да И он Не Не Он Которая В общем В основном Тыфин И существовала На американские Деньги Я думаю Что Америка Как-то Сон Это дело Уладит Вот Но То что Действительно Вот Для нас Существенно Для израильтян Что Большая часть Организаторов Вот этих Массовых Погромов Это были Леваки Экстремисты Которые Одновременно С этим Призывают И к бойкоту Израиля И там Входила Бывшая Организация Мусульманские Братья Которая Была настроена Очень Антисемитски И устраивала Антиеврейские Погромы То есть Вот эти Организаторы Массовых Погромов Они Известны тем Что в первую очередь Они призывали Громить Евреи И Сейчас Многие Евреи Жалуются Что там Разгромлены Разгромлены Не только Их магазины Как и все Магазины Но и Специально Разгромлены Разгромлены Синагоги Что в общем Чего Таких вот Антисемитских Выходок В общем Давно Давно Не было Так что Мы здесь В Израиле Никак не Симпатизируем Этим вашим Которые называют Себя борцами С расизмом У нас Большие сомнения По поводу Этих борцов С расизмом И буквально Сегодня Я нашла Нашла Цитату Из Айн Рэнд Автор Которого Очень любили В свое время В Америке Которая Выступала За Свободу В первую очередь За свободу Предпринимательства За права человека Права Индивидуума Вот И она Говорила При том Что Если вы Боретесь С расизмом То нужно Сделать так Чтобы все Были равными Не то Чтобы кому-то Оказывалось предпочтение Чтобы вводились Квоты Чтобы говорилось Там пусть у вас Будет не меньше Там такого-то Процента Афроамериканцев А чтобы Действительно Все люди Были равны И чтобы Индивиду Все индивиды Получали равные Права То есть там Цитата Абсолютно Подходящая И для Сегодняшней Ситуации В Америке Если бы Они действительно Если бы Действительно Существовал Институционный Расизм И если бы Демократы Об этом Хоть как-то Беспокоились Заботились Это бы Их тревожило На протяжении Восьми лет В Белом доме Сидел Барак Усейнович Обама И Джо Слипи Байден И теперь Джо Байден Обещает В одночасье Исправить Всю ситуацию Только Выберите Меня И всю Ситуацию Исправлю Эти Придурки А этот Кокос Демократический Сегодня Там Захват Борьба Борьба Политикой Барака Обамы Который Увековечил Вот эту Проблему Потому что На самом деле От Такого Даже Справляющей Дискриминации Все равно Страдает Именно Афроамериканское Население Их не могут Держать за равных Хотели бы держать за равных Но если Их жизни важнее Их жизни важны А других не важны То они уже Получаются Неравные Вот Давайте У нас есть Очень большая проблема И здесь Конечно Деньги Когда Государство Государство Слишком сильно Вмешивается В экономическую жизнь То разные Социальные слои Начинают бороться За государственные Деньги И поэтому Им важно Очень выставить Себя обиженным Я обиженный Меня обижают Поэтому государство Мне должно Государство Или там Добровольные Эти самые Организации Мне должны Ну По сумме Которую собрали Семье Вот этого Убитого Бандита Вы видите Какие там Большие Большие Денежные Интересы Замешаны Огромное Спасибо К сожалению Ну Конечно Ровно Одна минута Очередная Археологическая Находка Бог Луны Ханаанский Бог Луны Найден На раскопках Старинного Ханаанского Города Гишур Который Соседствовал С Империей Царя Соломона Это на севере Израиля В районе Реки Ордан Верховье В реке Ордан Нашли Бога Археологи Нашли Бога Луны Причем Он был Очень хорошо Спрятан По-видимому Перед тем Как евреи Завоевали Этот город Жители Спрятали Свои Самые Дорогие Предметы В частности Вот Этого Идола Которому Они Поклонялись Спасибо Огромное И до Следующей Встречи Много Много Находок Спасибо До Следующей Встречи Субтитры